Нынешняя зимняя Олимпиада будет особенной для белорусских поклонников фигурного катания. Впервые за последние 20 лет на Олимпийский лед выйдут наши фигуристы в мужском и женском одиночном катании. Ребята активно тренировались под руководством личных тренеров. Моя коллега Анна Эйсмант расскажет о тех, кто представит белорусское фигурное катание. Рубрика «Игры по-пекински». Смотрим. Москва встретила нас с морозом и снегом, но нас это нисколько не смущает, как не смущает наших фигуристов. А я говорю наших, все равно и не важно, что Константин Меликов и Виктория Сафонова родились и впервые стали на коньки именно здесь, в России. Но на Олимпиаде в Пекине они будут выступать под нашим белорусским флагом и представлять нашу страну. А это историческое событие. 20 лет не было на Олимпийском льду белорусских фигуристов. Последний раз белорусская фигуристка выступала на Олимпиаде в далеком 2002 году в Солплейк-Сити. Это была Юлия Солдатова. У мужчин на Олимпиаде в Турине в 2006. Сергей Давыдов. Пауза чуть меньше, чем у женщин в 16 лет, но и это пропасть для большого спорта. И исправить этот момент были призваны таланты из России Константин Меликов и Виктория Сафонова. Но не все так просто. Им еще надо было завоевать лицензии. И это была настоящая борьба с интригами и нервами. Особенно окунулась в современные реалии 19-летней Виктория. Она сполна почувствовала на себе все коронавирусные приключения. Когда отправилась на чемпионат мира за лицензией Олимпийской, но уже в аэропорту в Стокгольме у нее взяли положительный тест на ковид и на 14 дней закрыли в отеле. Понятно, о выступлении не было и речи. Оставался только один последний шанс – сентябрьский лицензионный турнир в Германии, где Виктория заняла третье место и взяла свою заслуженную олимпийскую лицензию. На Олимпиаде в Пекине с кем ты будешь бороться? Сама собой или с соперницей? Нет, сама собой, потому что все-таки волнение, я думаю, будет присутствовать. Нужно будет его направить в нужное русло, правильно настроиться и показать все, на что способно. Тренируется Виктория вместе с личным тренером Оксаной Матвеевой, ученицей легендарной Елены Анатольевны Чайковской в Москве на катке Чайковской. Здесь же на одном льду еще один представитель Беларуси Константин Милюков. На чемпионате мира в Стокгольме Костя занял 17 место и решил с первой попытки задачу завоевания долгожданной для белорусского мужского фигурного катания олимпийской лицензии. Эйфория прошла от попадания на Олимпийские игры уже? Да, уже давно. Да и не было особо такой эйфории. Все равно приятно. Подожди, у нас была, а у тебя не было? Ну, не знаю, наверное, больше там родители, близкие радовались, а я как-то так. Главное сейчас сделать свое. На Олимпиаде какой результат для тебя будет приемлемый? Не знаю, сложно сказать. Ну, наверное, если в 15 попасть, то будет суперхорошо. Константину 26 лет, кстати, родом из Казани, и начинал с хоккея. В Пекине представят те программы, что и на чемпионате мира, короткую на музыку из балета «Щелкунчик» и произвольную. Слишком усложнять или менять программы ни фигурист, ни главный тренер сборной Беларуси олимпийский чемпион Олег Васильев не планирует. Очень большое количество различной околоспортивной документации, которую надо делать. Получать разные QR-коды, зеленые коды, красные коды, получать аккредитации. Всем надо заниматься, давать тесты, следить за здоровьем и отмечать это все на определенном сайте Китайской Народной Республики, потому что без этого мы не сможем туда заехать без карантина. Очень большой объем работы, который надо провести, совершенно не связанный с той деятельностью, которую мы должны проводить, так сказать, в основе своей. Виктория Сафонова наверняка довольна собой после январского чемпионата Европы в Таллине. В компании сильнейших соперниц, в том числе и из России, они и заняли весь пьедестал. Вика вошла в топ-10 и заняла 9 место. Кстати, Виктория одна из самых высоких фигуристок мира. Рост без коньков 174 сантиметра. Даже выше, чем ее любимая фигуристка немка Каролина Костнер. Теперь еще как бы больше ответственность, что есть лицензия, что есть возможность поехать на Олимпийские игры. Вот, поэтому расслабляться пока времени особо нет. Она должна выполнить свой максимум. Свой максимум во всем. Мы много работаем сейчас над программами, постановками, хореографией. Она знает, что в этом ей нужно идти дальше и дальше всегда. Соревноваться фигуристы будут в столичном дворце спорта в Пекине. Как и 4 года назад будет разыграно 5 комплектов наград. Мужчины начнут борьбу на Олимпийском льду 8 февраля с короткой программы. Женщины с 15 февраля. Также пройдут командные соревнования в парном катании, танцах на льду. В полном объеме Олимпийский турнир фигуристов покажет Белтелерадиокомпания. Приятного вам просмотра и удачи нашим спортсменам.